всем привет это как всегда окна связи меня как всегда зовут евгений рыбов и в гостях у меня умница красавица привет ирина как всегда ирина страшно как всегда ирина страшно очень очень приятно но я заметил хочу сказать большое спасибо ты смелый человек потому что не в первый раз мы видимся но все предыдущие у меня выписано ты приходила значит смотри первый раз вместе с александром цикал да второй раз на премьере притяжения но там ты и все и все и все третий раз мы с тобой встречались на премьере шерлока опять же ты и все сколько там вас было четыре-пять человек да какая ковидная премьера одна ты как-то вот как-то боялась ко мне приходить поэтому наконец то есть я первый раз перешагнула через себя но я подумал все таки вдруг если тебе будет неловко ну все таки да вот поэтому если хочешь вот на подушечках мы тебе твоих друзей может переворачивать там разные там все твои можешь прям перевернуть и тебе будет не так одиноко тебе будет казаться что ты среди своих друзей все твои на вот твои да да и все прям ты прям бери не стесняйся конечно ну легче тебе да ты уже уже не одна смотри вот и вот ты уже в как вот так интересно можно в принципе это психологически интересный ход люба это нам еще предстоит обсудить можно как-то всех вместе конечно спасибо ребята что все нашли время можете пока поболтать кони вот вот туда вот к петрову есть вопрос у федора сергеевича ну вот и как-то тебе да ну что уже поприятнее вот да а мы пока с тобой как бы но вот это вообще к вопрос у меня к тебе есть так я слежу за тобой в хорошем смысле не стал кирю а хотя по-другому это не назвать и вот что я заметил значит германия сша во-первых зависть последнее время ты и там и там и там и я так понимаю что по работе а поэтому пожалуйста давай признавайся то я неприятная как-то немножко вот так приятная да ну что тебе сказать что что ты выбираешь начнем давай с германии германия штаты америки не могу рассказать да и пока нечего отписано все таки да я тогда расскажу то что я знаю я жену я же слежу за тобой ты же понимаешь просто что на на одном сайте кино сайте умничка я расскажу тогда смотрите значит ну это официальная информация она есть в сети поэтому ты не нарушить никакие контракты я это прочитаю ты снимаешься в научно-фантастической ленте the primary talent так так называется где представлен некий фантастический мир в котором люди не могут друг другу никак навредить и вдруг совершается первое за долгое время убийство убийца робот очевидно робот дворецкий наверное есть это официальная информация снимаешься в этом фильме я хотел тебя спросить ну как бы да но у меня есть предложение а пока что не реализуемо сегодняшний день скажем так пока не снимать пока нет хорошо германия откуда ты уже знаешь про германию я могу это прочитать у меня все давай я прилетела два дня назад что у тебя там я все я но я слежу за тобой как то ли я никому ничего не расскажу мир устроен очень просто ты выкладываешь фотографии кусочек какой-то непонятно где чего фотография увеличивается по кадрику смотрится отражение в чашке в глазах номер телефона кто-то увидел посмотрели задний я бы не хотела быть твоей девушкой во-первых обидно во-вторых правильно это опасно экранизация сборника рассказов немецкого замечательного писателя клеменса мэр по его книга много же чего снято жизнь современной германии а насколько я знаком с его литературой это такая ну современная социальная достаточно такая мрачно темная литература как я люблю собственно вот это вот как и все мои фильмы про это ты можешь рассказать да вот давай я не могу рассказать много но я могу рассказать о том что я действительно она говорит мало но она говорит смачно я действительно прилетела вернулась из германии где я провела последний месяц и есть один прекрасный режиссер его зовут томас штуба и он снимает очень симпатичное мне кино например он снял фильм между рядами который взял призы берлинского кинофестиваля и не только за этот фильм собственно у него я снималась в германии все это время вот в том фильме в пор который я действительно так мрачная социалочка да это не я бы не сказала что это мрачная социалочка как раз таки это такой фильм который дарит надежду и я настолько счастлива и так с первой секунды была уверена что это мое и что мне туда что когда еще у нас только состоялся наш первый разговор по skype мы еще должны делали пробы я уже знала чтобы там сниматься по ощущениям по своим а что рассказать по поводу роли не могу наверное ну давай чуть-чуть Играя на немецком. Вот, да, на немецком. Да, ты знаешь, это очень странно. Дело в том, что я планировала играть на английском. Я знаю, ты учила английский же как раз в последнее время. Ну, вообще учил в целом, да. В последний буквально момент было принято решение, что эта роль будет исполняться на немецком. Это уже вторая немецкая роль в моей жизни. Роль на немецком языке. Очень неожиданно, потому что я никогда в жизни не учила этот язык. И тут я вынуждена опять была зубрить. Первая работа была Т-34, где работала по роли переводчицей. И сейчас опять немецкий. Я думаю, что не пора ли... Переучиваться. Не пора ли учить немецкий? А ты просто заучивала набор фонетических звуков или ты понимала? У меня прекрасная преподаватель была по немецкому языку, когда я только готовилась к Т-34, Лариса Хамидовна. Такая прекрасная женщина, которая меня очень быстро обучила какой-то базовой грамматике. Это то, чего требовалось для подготовки к роли. И, собственно, это такая старая советская школа, где ты схватываешь и запоминаешь навсегда. Ты фактически выучила немецкий язык? Нет, я не выучила. Я просто поняла немножко, как устроил. А дальше сориентировалась. Я тебя понял. Я тебя... Хорошо. Ну, давай так, по крайней мере... Пусть на немецком что-нибудь скажут. А скажи что-нибудь на немецком? Скажи что-нибудь. А можешь заплакать? Вот это, давай. На немецком. Их бен шрайбикус. Это все, что я знаю. Ты знаешь, что такое шрайбикус? Нет. Что это такое? Ну, я не знаю, по каким учебникам тебя учат. Ты что? Я знаю и бен шаушпилерин. Я актриса. Это красиво. А что такое крабик? Шрайбикус. Давным-давно, когда еще горы были высокими, а деревья зеленые... Не может быть, что в одном слове ты это сейчас переводишь в целую научную работу. Нет, нет, нет. Когда... Вот в Windows есть скрепочка-помощник. Помнишь такой вот? Помню. Вот. Нет, не помню. Я вообще еще не родилась. Нет, хочу поговорить. В учебниках немецкого языка был такой же вот нарисованный помощник, который в разных параграфах, там, такой человечек, который... Вот запомните это, повторите это. Вот как скрепочка. Вот он был Шрайбикус. Такой... Знаешь, ты всякий... Это все, что я знаю в немецком языке. Шрайбикус свой лайфхак. Ну, скажи, по крайней мере. Обычно многие наши актеры пробуются и в Голливуде, где-то на Западе. У многих получается, тьфу-тьфу, и пустик будет все больше и больше, но все-таки, как правило, предлагают какие-то вот эти типические-типические роли, либо там бандит, проститутка, такое что-то вот. Я не играла проститутку, если ты хочешь об этом спросить. Я... Проституток я играю в России. Ну, это как... Бандизм получается, да? Это бандит. Ну, не клюква, по крайней мере, вот что мне скажешь. Не клюква в каком смысле? Ну, вот, то есть, ну, не какое-то стереотипное такое выходец из... Нет, это прекрасное авторское кино. Все, хорошо. Томас Штубер, большой режиссер. Замечательный. Потрясающе талантливый. И я очень хотел у него сниматься. Последний вопрос про съемки за границей. Прям последний при последней. Ну, интересно. Знаете, смотри, ты... Ну, я так, по крайней мере, я следя за тобой, заметил, что не очень жалуешь откровенные сцены. Ты отказалась сниматься в тексте, в содержанках у тебя все прям максимально прилично, несмотря на общий, да, флер сериала. Если заграничный какой-то режиссер что-то тебе там предложит, сделаешь послабление, ну, учитывая, что это будет западная роль? Я не могу сказать, что я отрицаю какие-то эротические, обнаженные сцены. Нет, у меня нет такого критерия, что либо да, либо нет. Просто если без этого сцены не быть, сцене не быть, если в этом ход, то да. Если я доверяю при этом режиссеру, я понимаю, как это будет выглядеть, и зачем я это делаю, то да. А эксплуатировать свою сексуальность, свою большинство, я не буду. Независимо от того, западный это режиссер или наш, если это... Зачем? Я тебя понял, молодец. Вопрос нашим зрителям, сейчас поймете, почему я туда, и потом у тебя тоже спрошу. Чем вам запомнились ваши студенческие годы, спрашиваю я у наших зрителей. Варианты мы вам накидываем, можете прислать и свои. Полученными знаниями. Смешной вариант. Новые знакомства и друзья, или какие-то активности. Ну, что там у вас было в институте КВН, походы, поездки и так далее. Если что-то еще, пишите, пожалуйста, чем тебе запомнились твои студенческие годы. А какой у вас примерный возраст вашего зрителя? Семьдесят шестьдесят восемь. Двадцать пять сорок пять мне подсказывают правильные цифры. Двадцать пять сорок пять. Чем мне запомнились студенческие годы? Я не помню ничего. Такой вопрос. А я, честно говоря, не могу сказать, что было что-то больше всего. Мне запомнилось чем? Хорошей музыкой, приятными очень знакомствами. Вот, есть такой вариант знакомств. Потому что они состоялись по сей день, в смысле, существуют. И также входом в работу. Потому что я набиралась опыта, что-то пробовала. Мне кажется, это такой всегда трогательный момент пути. Вот. Отвечайте сперва, дорогие зрители. К чему я этот вопрос задал? А к тому, что фильм «Общага» уже вышел. Он доступен на различных платформах. Собственно, о нем мы сейчас с тобой поговорим. И это прям, конечно, фильм. Прям, конечно, фильм. Прям бомба. Фильм стал Роман Васьянов. Оператор таких фильмов. Наверняка вы видели «Отряд самоубийц». Тот еще, который дореформенный старый. «Ярость» с Брэдом Питтом, собственно, и многих других. Вот сейчас он выступил в качестве, собственно, уже режиссера. В двух словах расскажи, что за фильм, о чем. Ну, смотри. Фильм «Общага» — это фильм по роману Алексея Иванова «Общага на крови». Кто читал роман, примерно понимает настроение этого романа, его суть. Я очень уважаю этого писателя. И мне кажется, что очень символично, что его дебютный роман, собственно, по нему был снят дебютный фильм Ромы Васьянова. И во всем этом был какой-то смысл, какие-то совпадения. И я очень горжусь этим фильмом, потому что он для меня такой фильм терапевтический. Он делает, мы уже это сказали, делает людей лучше, на мой взгляд. Я сама люблю такое кино. Для кого-то это сложное кино, для кого-то тяжело, для кого-то там грустно слишком. Ну, да, это не комедия, надо понимать. Это авторское, такое повествовательное. Ну, в двух словах для наших зрителей, это 1984 год, Свердловска. Такое обычное студенческое общежитие со всеми ее радостями и болями, соответственно. Да, такой фильм-исповедь, в котором можно поговорить с самим собой, подумать, остаться своими мыслями. Ну, у кого есть такое настроение, кто хочет своей душой как-то от этого-то остаться и рассуждать о совести, о чести, о дружбе, о любви, о существовании, бытии и так далее. Это такое серьезное кино. Я такое кино люблю. В общем, для меня это фильм такой кусочек искусства. Да не кусок. Нет, это прям, нет, это кино-кино. Замечательно. Ну, да посмотрите. Да посмотрите вы. Посмотрите, прям тяжело про этот фильм, правда, конечно, рассказывать. Вопросы от пользователей задаю тебе я. Александр Гуртовой спрашивает, есть ли что-то общее между вами и вашей героиней Нелли из фильма? Да, Нелли яркая девушка. И я, конечно, себе не хочу льстить, но мне говорили, что я тоже яркая. Это правда. Если серьезно. Мне кажется, что между мной и Нелли есть одна такая очень, как я чувствую, общая черта, это поиск правды. Нелли в тот момент, в который снимается фильм, да, в котором мы попадаем в эту историю, она ищет правду. Я часто в поиске правды нахожусь. И халат красивый. И халаты красивые ношу. У меня, кстати, был такой же. Ну, без надписи. Расшивали? Вот не расшитый, но прям вот вообще, кстати, по антуражу, по музыке прям попадание идеально. А ты жил в общаге? Ну, бывал, давай скажем так. Жил? Бывал? Бывал. А вот скажи, а действительно комендантша имела такую большую власть? Вот. Да. Просто у меня есть такие зрители, которые очень вступают часто в дискуссию на эту тему. Возможно. Возможно сейчас, конечно, уже... Нет, 82-й год Свердловск. Да, 84-й. Возможно сейчас что-то изменилось в те годы, когда от этого зависела прописка, возможность учиться, работать и так далее. Ну и потом вы видели героиню Аук? Да, конечно. Юлию Аук, поди поспорее вообще. Конечно. Вопрос. Благодаря Васьянову Голливуд хоть в какой-то степени проник на съемочную площадку. Он привнес что-то? Потому что, насколько я понимаю, характер съемок совершенно же отличается на наших площадках и на Западе. Абсолютно точно. Он привнес тайминг. И организованность. Так. То есть все было вовремя, все было готово. Мы вовремя начинали, вовремя заканчивали. А так можно было спросить? Никто не задавал вопрос. Да? Да. Ты знаешь, я была изумлена. Это впервые было у тебя в твоей практике такое? Честно? Да. Все, не отвечай. Я все понял. Я все понял. Ну это как привычка. Отверни подушки вот этих вот. Ну Федор Сергеевич уже... Нет, смотри. Да. Я имею в виду маленькие, во-первых, авторские фильмы. Федор Сергеевич все-таки снимает большое кино. И у него очень слаженная команда. Федор Сергеевич. Я сейчас не обманываю. Правда же? Правда. Да. Вот. И это, конечно, для авторского кино, на мой взгляд, абсолютно... Ну, то есть здесь все... А кейтеринг у кого лучше был? А у нас не было. Федор Сергеевич, конечно. Федор Сергеевич, ну конечно. А у Кирилла Семеновича там вообще не про организацию. Там просто про творчество. Это как будто в театре в целом. Там даже не делится на то, как организовано, какой кейтеринг. Ты просто все время в таком безумном театре. Слово переработка незнакомо. В смысле? Я даже не помню. Мы там жили, по-моему, на этой съемочной площадке. Ну, Дашки Мороз я еще не снималась. Саша я снималась. Кстати, тоже в этом заново родиться. Ну, там было всего пять человек, поэтому кейтеринг был хороший. Ну что, принесли с собой на площадку? Все, давайте, ребят. Кстати, было всего пять человек. Я знаю, что на площадке был, собственно, автор романа, Алексей Иванов. И ему понравился результат. Очень. Иногда авторам не нравится. И у нас, и в Голливуде очень часто авторы говорят... Чаще всего, да. Пожалуйста, вычеркните мне из финальных титров, там, Кубрик с Кингом, сколько воевали на сияние и так далее. Тут автору все понравилось, но, насколько я знаю, изначально фильм вы хотели назвать, ну, автором. Тенериф. Тенерифе. Да. А почему все-таки в итоге на общагу? Я не могу... Даже у нас, помню, есть же фотография с тарелочкой, где написано Тенерифе. Тенерифе. Это такое более, на мой взгляд, фестивальное и романтическое название. Более того, нас брали на очень большие, лучшие мировые фестивали с этим фильмом. Но случилась пандемия. Мы поехали на кинотавр. Так. И взяли приз. Так. Вот. А Тенерифе, да, менее народное название. Ну, общага, оно раскрывает, конечно, в названии понятно. Да, у нас, поскольку теперь акцент, да, на зрительское кино и, ну, в целом, на зрительскую дистрибьюцию, проще достучаться до зрителя теперь не через фестиваль. Хотя я понимаю, почему он назывался Тенерифе, и в этом тоже была какая-то... Из-за рая Забеллы, да. Да, да. Ну, хорошо. Итак, в фильме потрясающий ансамбль. Все здорово, все хорошо. Поэтому бегом смотреть. Тем более, что фильм уже доступен. У вас дома? Именно на платформах. Кион, Премьер, Кинопоиск, HD. Ого. Все написано. Все, я вам рассказываю. Сразу на трех платформах. Хоть какая-то наверняка у вас дома есть. Я уже не знаю людей, у которых нет дома хоть какого-то кинотеатра. Пожалуйста, побежали, посмотрели. Прямо оно. Я вот только вчера посмотрел до сих пор. Вчера? Да. Да, да. Готовился к встрече. Приятно. Сначала долго-долго листал, как бы, твои все фотографии. Увеличивал. Потом долго-долго смотрел все твои тексты. Долго-долго смотрел кино. Но все узнал. И вот, понимаешь? Опасный человек. Опасный. А вы бегом смотрите кино. Спрашиваю я вас, чем вам запомнились ваши студенческие годы. Вы нам что-то там пишете, кстати, все еще. Это довольно любопытно. Все. Смотрите. Как я и сделал. Полученные знания. 12%. Активности разные. КВН, походы, распитие чая с друзьями. 25%. 63% никак не могут запомнить, запомнить, забыть друзей. Оговорка про себя. Не могут никак друзей своих забыть. Как и ты. Подожди, а что там было в третьем варианте ответа? Значит, меньше всего помнят знаний. Меньше всего знаний вынесли из института. 25% всякие активности вынесли. Так. И оставшиеся 60% только друзей. А, только друзей помнят, в смысле? Помнят друзей, да, из студенческих лет своих. Понимаете? Ну, как ты, наверное, пример. Ты же помнишь друзей своих? Так, я с ними общаюсь до сих пор и дружу. У меня вообще все мои лучшие близкие, самые друзья. Они все с там что-то 12 лет. А ты в общаге, я так понимаю, вообще никогда училась? Нет, я в Москве училась, в Москве родилась. И мне повезло, что я не жила в общаге. И мне не надо было искать общагу, где мне надо жить. Но я была не раз в общаге МГУ. У меня там учились друзья и жили там. Там хорошая общага. Вот такая, тоже интересная. Да, в ГЗшечке. Интересно? Интересно. Я наблюдала. Ну, то есть она была прям общага. Да. Несмотря на название учебного заведения престижного, она была прям общага. Как-то это помогло тебе в съемках в фильме, кстати, эти вот обрывочно полученные знания? Ты знаешь, у меня вообще не было ощущения какого-то диссонанса или что вот надо сейчас представить, я живу в общаге. Во-первых, я каждый год ездила в детский пионерский лагерь. А. И это была такая же общага. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Вот. Вот откуда зерно роли-то берется. Только в Анапе. Ну, ты смотри, институт у него в Москве, лагерь у него в Анапе. Лагерь в Анапе. Неприятно. Мажор-то какой-то. Вот сейчас мы проверим, сейчас мы узнаем. Значит, в общаге ты снималась, поэтому все ты знаешь. Интересно, как ты подготовилась к настоящей общажной жизни в нашей постоянной рубрике «Жизнь общажная». Начнем, пожалуй. Господи. Наши общажные челленджи. Сейчас мы выясним, как хороша бы ты была в общаге. Челлендж первый. Тонкие стены. Естественно, стены в общаге прям вот такие. И что делают соседи за стеной, всегда слышно и понятно. Сейчас ты услышишь, что делают наши соседи за стеной. Попробуй поймите, чем они там занимаются. Пожалуйста, звук. Она сказала мне, сказала, что любит тебя. Кто он, кто любит тебя? Да она не может любить меня. Как ты думаешь, что там происходит? Я думаю, там... Блин, сейчас пошучу, потом мне ругать будут. Нет. Сдержись. Да, я лучше сдержусь. Хочешь еще раз? Нет, я знаю, что это было. Ты знаешь, что это? Я думаю, что это пробы на один комедийный фильм. Одного режиссера. Прям стрелочка рядом упала. Но только... Она ничего не говорила. Не, мы ее подговорили. Это не пробы и фильм не комедийный. Покажите. Да я люблю тебя. Я же слышала. Она отказала мне. Сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя. Я думаю, что я играла примерно так же в своих первых фильмах. Друзья, я так играю и в 10-м, и в 20-м фильме. Зовите. Стабильность, признак мастерства. Ну, хорошая кинуть. Ну, хочется как-то донести мысль до зрителя. Ну, что там плохого? Ну, действительно. Ну, стараешься как-то. Ну, любит она его. Ну, не сразу все это приходит. За стенкой в общаге часто такие сцены разворачивались, действительно. Да. Да? Ты молодец. Ты прям молодец. Молодец. Хорошо. Второй челлендж называется «Продуктовый набор». Значит, смотри. Одинокий пельмень. Так. Кусочек яблочка, да? Так. Мед. Ну, очевидно, мама чья-то. Лаврушечка. Немножечко майонезик. Обязательно. Оставшаяся вот эта маслица. Из дошика. Да. Вот знает. Знает. Это, ну, рацион, так, по моим ощущениям, для обычного студента, ну, на неделю. Что можно из этого сделать? Расскажи нам. В смысле, ты серьезно, что одна пельмешка? Ну, да. Да. Вот как ты думаешь? Как? Что из этого? Смотри. Ты же, я знаю, собираешься же ресторан открывать. Да. Ну, в планах у тебя есть. Ну, в мечтах. В мечтах. Окей, в мечтах. Ну, ты думала об этом. Пожалуйста, вот твоя мечта начинает сбываться. Смотри. Пожалуйста. Мы сделаем... Ой, простите. Ничего себе. Мы сделаем ресторан высокой кухни. Да. Молекулярный. Молекулярный. Потому что здесь по одной молекуле... А это можно открывать? Конечно. Конечно. Да? А нож есть у тебя? Мы же с тобой договорились. Мы это тебе потом отдадим, как ты просил. Готовыся ко встрече? Есть нож у тебя? Нож, ложка что-нибудь дайте нам быстренько. Смотри. Я попрошу, мы тебя потом в машину это отнесем. Да понятно. Это... Да. Что-нибудь? Ножечек, ложечку, вилочек. Да я пока раскладываю. Да, давай. Так. Интересно. Угу. Во-первых. Секунду. Спасибо. Положите. Смотри, во-первых. Есть такие вот всякие чипсы из кейла, еще что-то. Да, да, да. А это такой вот вариант, значит, ты просто жрешь такой чипс из лаврушки с мазиком. Как бы такое. Интересно. В принципе, а с пивком нормально. Да? Да. Ну и сойдет встать. Хочешь попробовать? Да, давай. Прямо такой, да? Ну, растительный для вегетарианцев. Ну, основа для вегетарианцев, а майонез, ну, как полы. Я по-братски запью, ладно? Угу. Ну, ничего, как бы, ну, да. А сколько листиков там у нас? Десяток, да? Ну, то есть можно посмотреть кино и как-то вот... Так. Дальше. Ой, зачем-то это. Это мы отбили блюдо. Дальше это у нас такой еврейский вариант уже. Это когда я друзей позову к себе, там... Так, пусть приносят еду с собой они. На, там... Так, яблочко с медом. Да, это вот можно на Новый год еврейский. Да. Это ты ко мне придешь, я тебе угощу, тебя на. Счастливого тебе сладкого Нового года, дорогой. Счастливого, да? Да. Роша Шана с нами? Да, абсолютно. Завтра. Сегодня какой? Сегодня... Ну, ладно, послезавтра шаббат, давай, готовься. Так. У нас остается, значит... Не спеши жить, не торопись. Послезавтра. Ты прав. Ну, как, ничего? Ну, о вкусненьком. Вкусненько, я тебе говорю. Да. Значит, дальше у нас остается... Да. Подсолнечное масло и пельмень. Так. Вот тут уже, ты знаешь... Да. Нет, ну мысли... А, ну, ты понимаешь, в чем дело? Он же замороженный. Ну, конечно. И там raw meat, you know? Yes. То есть ты как бы такой вот вагю немножко. А-а-а. То есть, ну, ты надо вскрыть как... Это мы давай не будем пробовать, да? Ладно, ты поливаешь маслом. Так. Так немножко мишленовская порция. Так немножко сырой пельмень. Более того, ты еще играешь в этот ресторан, который в темноте, когда выключают свет. В принципе, можно все что угодно. Кошку там, да, все что-то заходить. Ты молодец. Ну, я вообще привыкла выкручиваться. Я люблю готовить, поэтому, когда я часто снимаюсь, у меня остается очень мало всего в холодильнике, я пытаюсь как-то выкрутиться сюда. Ты прям, прям плохой. Очень приятно. Мне когда это показали, мы же по-честному, я тоже не знаю, как бы, чего куда, мне тоже вот, на, Жень, посмотри. Единственное, что я придумал, чтобы, ну, правда, это растянуть там на неделе или больше, пельмешечку ты варишь в кастрюле, и у тебя как бы одна пельмешечка превращается в... Большой пельменище? Большой, ну, нет, суп. Ну, она же дает немножечко, и у тебя много-много бульона. Чашка супа. Ну, даже не чашка, туда еще лаврушечку, и как бы ты вот растягиваешь. Слушай, а ты вот, конечно, умнее, чем я. Вот такой вот я придумал. Нет, ну, ты прям, прям... Я, видишь, красивую жизнь такую организовала, а ты все-таки практичный человек. И сейчас, если бы мы вместе жили, то, возможно... Не надо сейчас вот не начинать. Ну, все, ладно. Да, я знаю, какой ты ревнивый, как ты смотришь эти вот фотографии. Вы вкусный, красивый, много, но нет, конечно, не надо, все. Сказала, нет, не надо. Последний челлендж, хороший. Называется он «Пройти через проходную». Смотри, в чем дело. Это через Юлию Аук, собственно. Я буду сейчас Юлию Аук в некотором смысле. Это самое главное умение, которым студенты учатся с первого дня. Как проскользнуть мимо, собственно, стража порядка. В американских фильмах обычно это библиотекарь. Такой цербер страшный, где шуметь нельзя, помнишь? В университете монстров было. А у нас... Ну, ничего не смотрел. У нас это, собственно, по всему. Это какой-то не авторский фильм? Да. Авторский мультфильм. Значит, смотри. Я дам его вот это вот, я уберу. Можно яблочко только откушу? Держи. Мне как-то хочется заесть лавровый лист. Я понимаю тебя, да. Значит, смотри. Вот тут, ну, это классический студенческий набор. Ой, еще и дам. Как ты и просила. Ну, это питье. Пивчанский. Пиво? Да. Значит, смотри. Вот сейчас пусть стоит на столе. Я включаю это прибор для измерения шума децибелов. Децибел. Децибел. Смотри. Вот сейчас мы с тобой разговариваем примерно на 70 децибел. Вот я вот все зафиксировал, да? Зафиксировал. Вот, пожалуйста, вот 70 децибел у нас, да? А тебе нужно пройти мимо... Взять и пройти мимо меня, так, чтобы уровень шума не увеличился больше, чем, ну, скажем, на... Я? Десять, да. Я как будто вот сижу, как будто я вот вахтер. И поехали. Еще. Десять. Прям... Прям... Пока! Прям... Это тебе, ты заработал сегодня. Ты такой молодец. Честно, мы-то, конечно, наглые морды. Мы-то думали, сейчас ты схватишь пакет, и в этот момент раздастся звон. Мы даже предположить не могли, что ты выйдешь по одной, и так... Ну, конечно. Прям вот... Ты думаешь, я ни разу не уходила так из дома ночью? Ты... Молодец. С пакетами. С пакетами. Чемодан-то, конечно, так... Мне нужна сейчас маленькая пауза, чтобы я это все переварил и пришел в себя, потому что я прям в шоке и в восторге в диком совершенно. Пожалуйста, сейчас запустите нам что-нибудь красивое, музыкальное, и вернемся через 30 секунд. Ты прям... Открыть тебя, да? А, мы продолжаем наш эфир, и... Ну, прям... Ты выживешь в любой общаге. Я выживу сейчас. Да, ты... В следующей серии. Новые проекты. Новые. Вот о чем мы еще хотим с тобой поговорить. Вообще, у тебя прям какая-то потрясающая чуйка на хорошие новые проекты, поэтому если ты где-то снимаешься, надо туда идти и, конечно, и бежать, и смотреть потом, потому что пока не было у тебя, мне кажется, плохого кино. Есть люди, у которых есть плохое кино, а у тебя пока вот не было. Это субъективное мнение. Ну, я вот пока... Кому-то не нравится что-то. Кому-то нравится. Ну, не знаю, не знаю. Я, может быть, не видел просто пока. Наверное. Потом пришлешь мне все свои фильмы, может быть. Ты сколько, один посмотрел? Ну, вот я... Общагу вчера? Общагу. Нет, ну здрасте, общагу. Я шучу. А Шерлок Холмс? Я шучу. А притяжение? Нет, ты знаешь, кому-то моя карьера покажется странной, кому-то очень успешной. Она интересная. Она интересная. Единственное, конечно, у меня большой пробел, я не посмотрел, я их попутаю по последовательности, притяжение. Вторжение и притяжение? Вторжение и притяжение. При Федоре Бондарчуге. Да, вот вторую часть, вот я смотрел, к сожалению, еще когда фильм не был закончен до конца, когда звали, да, нам показывали его незаконченным. Я его видел, ты-то была готова на сто процентов, а вот спецэффекты, инопланетяне и все остальное там были. Представляю. Ну я мысленно дорисовал себя, конечно, но все равно здорово. Надо все-таки, конечно, да, как-то посмотреть. Новые твои проекты, значит, во-первых, фильм «На-две». Валерия Тодоровская. Да, Тодоровский, Данила Козловский наш любимый, и Александр Петров. Я всех собрала. Собственно, да, ой, мы подушку с Козловским не сделали. Ну ладно, сегодня на Урганте уже был. Мари, с Петровым ты, конечно, вообще у тебя прям, ну, уже, конечно, дуэт такой, значит... Да, три фильма. «Притяжение-вторжение», «Та-3-4» теперь здесь. Не думали ли вы, кстати, с режиссером, а как отойти уже от вот этой сложившейся пары, чтобы сделать так, чтобы не было ощущения, а, ну, опять они, понятно, что... Мы не играли пару в этом фильме. Во! Да, мы с Даней играли пару. Саша с Лизой Базыкиной, новая артистка, дебютантка, они играют там романтические отношения. А у тебя с Даней, соответственно. У меня с Даней, да. Но Петров по привычке ревнует. Нет, честно говоря, было прекрасно и странно, потому что только Валерию Петровичу Даровскому вообще под силу свести двух таких артистов. Мне понравилось это. Это было прямо... Бух! Я думаю, что это будет ожидаемый, конечно, проект, и он такой очень светлый и легкий, и про отношения мужчин и женщин, причем с точки зрения мужчины. Потому что мы же привыкли видеть, как страдают женщины, там, про любовные треугольники глазами женщины. Ну, то есть, точнее, правда всегда женская. Да. Да. Мужики такие, женщины. А здесь все-таки мужской взгляд на то, как сложно, когда ты попадаешь в любовный треугольник. Уже страдаем. Ну, правда. Уже нервно существует. Да, а я тоже считаю, что вы запутываете. Мы еще и выразить не умеем, мы скрываемся, и поэтому... Да, вы не умеете ни выражать, нет. Не рассуждать, ничего. Но мы вас научим. Да? В общем, про это фильм. Вот про это. И это такая вечная тема. Вообще, Валерий Петрович всегда про вечные темы снимает. Он снимает очень простое что-то, но таким языком, что это будет, я думаю, абсолютный успех иметь у зрителей. Отличается работа на площадке с режиссером, который уже коня съел, даже не собаку, и с дебютантом? Ну, дело в том, что когда Рома искал Нелли, они с Валерием Петровичем лучшие друзья, с Тодоровским. И именно Валерий Петрович посоветовал меня Роме. А потом сам стал меня пробовать на надвое. И я говорю, ну все, теперь надо наоборот советовать. Да, такое вот у меня было путешествие. Извилистый путь. Возвращаясь опять к моему дуэту с Сашей, хотел тебя спросить, с кем бы ты из великих кинематографических дуэтов, а у вас уже великий кинематографический дуэт, могла себя сравнить? У нас вот мы подобрали несколько, пожалуйста, покажите нам. Значит, европейская вечная классика, это, конечно, Марчелло Мастрояний и Софи Лорен. Ощущаешь ты себя, может быть, вот что вы с Сашей? Это наше Мастрояний и Софи? Нет, хорошо. Современная прекрасная голливудская пара, это, конечно, Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер. Есть ощущение, что вот где-то... Я просто, честно говоря, не видела, что у них за фильм. Тогда наверняка ты видела следующий контрастный дуэт. Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Витта. Вот это абсолютно точно попадание. Вот на контрасте. Я вот этот маленький. Дэнни Де Витта, вот такой еще наклон, когда он так делает, когда очень похож. Вот, ну, интересно. Мы примерно так себе тоже... А Сашка в профиль вылетит. Похож, да? Ну, он, да, кстати, похож на Шварценеггера, что это есть. Да. Ну, чуть-чуть пониже, а так в целом. Нет, ну да, это же при чем? Искусство кино. Прекрасно. Хорошо. А про свою героиню в фильме «Надвое» я цитирую. Ты сказала. Она очень детская, эмоциональная, потерявшаяся девушка, вызывающая ассоциации с ребенком. Прямо любопытный факт. Ты все время играешь персонажей, которые младше тебя примерно на 7 лет. Как так вышло? «Надвое» я играю свою ровесницу. Вот тут мы пока про возраст не знаем, но просто вот по... Почему на 7 лет в притяжении? Смотри, значит... Где я играю? Ну, примерно, примерно. Нет, ну же давай не примерно. Нет, ну же давай. В притяжении тебе было 17. Да, а в жизни мне было 22. 21-22 где-то, когда снимался фильм. Ну что я? На момент выхода фильма уже было чуть больше, но снимался 22 тебе было, да? Ну, 5. Ну, не помню сейчас точно. В общаге твоей героине, ну, раз она учится уже, где-то 4 курс, 20-21 год примерно. Тебе по-прежнему 25. Как и всем остальным. Да, естественно. Ну, ты видел советских студентов? Видел, конечно. Какие вопросы? Второй раз. Внадвое тоже? Давай еще где. Внадвое тоже? Ну, раз ты сказал, что она очень детская профессия. Нет, внадвое я играю свою ровесницу, и в этом-то заключается вся такой контрапункт, что она абсолютно детская, и при этом уже, извините, 29 лет. А при этом в душе вот эта вот детская светлая краска. Да, которая боится близости. Еще один проект. И там тоже мы заметили одну интересную штуку. Инсомния. Во-первых, в двух словах. Очень мало информации вообще. Вот про это прям минимум информации есть. Мы знаем, что Гоша Куценко с тобой там вместе снимается. Что о чем, в чем там завязка? Это такой интересный очень жанр. Это фильм про гипнотерапевта. Там есть место мистики, психологии. Это тоже авторский сериал, на мой взгляд. Это сериал? Да, это сериал для ТНТ «Премьер». И Гоша Куценко играет такого запутавшегося человека, который, к тому же ко всему, видит связь... У него погибла жена, и он видит связь между мной и еще какими-то образами, и своей женой. И я играю персонажа Аню, которая больна онкологией. И для меня это очень была такая непростая роль. Ну, по многим причинам. Во-первых, мы снимали так довольно откровенно некоторые сцены. В смысле... Было тяжело иногда. Прямо правда было тяжело. Эмоционально? Эмоционально, да. Было тяжело. Там больницы снимали. Как-то было так. Иногда очень правдиво. Для меня эта тема, она важная, потому что я работаю с фондом «Подари жизни». И очень хочу, чтобы люди помогали этому фонду. И... Это на самом деле кино. Для меня, для моего персонажа вообще в целом, почему я так влюбилась в эту историю. Потому что это кино про то, как любовь и такая настоящая близость может сотворить чудо. Даже там, где, казалось бы, нет никаких шансов на это чудо. Вот. Это всем нам нужно. Чудо, которое... Да. Поэтому я надеюсь, что это кино может помочь кому-то и сделать точно хорошее какое-то дело. Ждем с нетерпением, когда выйдет на экран. Уже? С сегодняшнего дня? Точно, сегодня же. Так что вы можете после нашего интервью включать. Точно. Опять же, на названной платформе. Да. Не произноси всую. ТНТ. А когда Одноклассники, кстати, станут платформой? Мы уже? У нас знаешь какая-то платформа? Платформа еще. Такая вот толстая. Какая у нас и мультики выходят, и фильмы, и сериалы у нас свои снимаются. Серьезно? Вот мы будем скоро второй сезон снимать, а мы рассматривали тебя. Понимаете, просто вы меня просто как бы не зовете, и, честно, я про вас не знаю. Все? Вот после этой фразы обычно говорят, либо обязательно позовем, либо ну теперь не позовем. Я не знаю. Это не ясно. Мы прям вот, ну прям, платформа более... Это платформа... Нет, это... Это каблук. Это по-другому. Это каблук называется. А, вот платформа. Вот это платформа. Вот тут одноклассники больше, чем это платформа. Это платформочка. Вот. Ну шутки уже у нас начинают скатываться. Давай дальше. Я не знаю, твой кассикурный. Покажите нам, пожалуйста, фотографию с прическами. Вот мы, значит, посмотрели. Ты любишь вообще менять прически? Да. Да? Я даже знаю, что в Т-34 тебе предлагали обриться вообще на нос, и ты сказал, да, давайте, конечно. А потом передумали. Потом передумали. В последний момент. Ну то есть вообще никаких проблем у тебя, то есть, поэкспериментировать с внешностью, вообще нет. Конечно, нет. Так я и для инсомнии должна была подстричься. Но я бы это сделала, конечно, с удовольствием. А чего? Нет. А там случилась пандемия, и мы все время снимали через, там, несколько месяцев. И так далее. Все началось параллелиться. Началось какое-то безумие. Я поняла, что лучше нам не рисковать, конечно, и остаться лучше, как есть. Но девочки мои, гримеры, Алена Трусова, сделал потрясающий парик. Поэтому я благодарна за их работу. Фотографии прям очень натуралистично выглядят. Даже не везде понятно, где парик, а где... Да, у нас еще хороший оператор Алишер, который все это... В общем, мы поняли формулу, как затащить тебя в кино. Парик? Петров должен принимать участие. Обязательно должно быть какое-то изменение прически, соответственно, да? И юнор. Ну, теперь Яна Козловская уже переключилась. Смотри, уже все. А теперь новый тандем организован. Да? Все? Ну, как вот? Все, а что? Новых работ у нас теперь нет. Видишь, придется что-то нового партнера давай придумать. А если Петров придет ко мне сюда в гости, он грустный будет? Я не знаю. Я спрошу у него. Спроси, спасибо. Так мы потихонечку переходим в такая ночная программа. У нас такая медленная. Я уже понимаю. Ложись. Ну, в хорошем смысле. Грустный. Давай про театр. Поговорим про театр. Поговорим. Это же такая тоже такая вот. Здесь должна была упасть сейчас бархатная. Здесь должен был лежать Константин Юрьевич Богомолов. Да, переворачивай. И это вообще совершенно другое. А, собственно, да. Спектакль Константина Богомолова. Вот «Дядь Лёва» — это те самые знаменитые Покровские ворота, которые шли в театре. Потом появился великолепный фильм. И сейчас снова они вернулись в театр. Как тебе на сцене, в отличие от кино? Совсем другое же? С Константином Юрьевичем хорошо. Потому что он все-таки любит такое естественное и очень даже кинематографическое европейское существование. очень доходчиво объясняет, потрясающе делает разбор роли. И я действительно долго туда не шла, не понимал, зачем мне надо. Точнее, не то, что не понимал, зачем мне надо, не понимал, как правильно туда прийти, куда надо. И вот с Константином Юрьевичем мы решили сделать мой первый спектакль. Я принимаю участие, играю там с прекрасными артистами. И там Игорь Верник, Саша Рябинок, Саша Рябенко, мои друзья, многие другие, не буду всех перечислять, на это уйдет много времени. Но это такие Покровские ворота, которые Константин Юрьевич снял, как бы некую такую вот помпезность с них. Именно про актерское сейчас говорю. Да, и мне кажется, что это такой формат спектакля где-то час сорок. То есть это не совсем классическая постановка, которая была? Нет, он не поменял там ни одного слова. Там фактически все событийно так же. Есть некая форма, есть все равно некоторые ходы. Но он не менял как-то намеренно текст, не старался никого удивить. То есть мне кажется, что это вообще самый милый спектакль Константина Юрьевича. А скажи, пожалуйста, ты играешь роль пловчихи Светланы, которая блестяще исполнилась, и с Татьяной Догилевой. Как было отойти от того образа, который мы с детства знаем, видим и смотрим, и найти что-то другое? Как вы отработали над ролью? Дело в том, что мы вообще отошли от всех этих образов. И мы разбирали... Константин Юрьевич разбирает как такой супер-психотерапевт каждую роль. Мы вообще уходили от всего внешнего, и мы шли от себя. Именно в связи с этим никаких ассоциаций точно не возникнет. У нас есть прекрасная шутка в начале спектакля, когда Яна Кошкина и Игорь Верник сидят в зале, так начинается спектакль, и она поворачивается к нему и говорит, а что, Костик Верник что-ли будет играть? Ну он же старый. И, собственно, с этой вот нотой такого... Это сбивает от пафоса и так далее. Ну и потом Константин Юрьевич следует старость и возраст вообще в этом спектакле. Об уходящей молодости. Это здорово. Надо идти. Идите, конечно. Ты принесла мне билеты? Я тебе сделаю контрамарку. Пиво тоже отнесите тогда в пельмень. Яблоко с медом. Все яблочко недоеденные. Ну, раз уж мы заговорили о психологическом разборе ролей, которыми вы занимаетесь, вообще знаешь, что ты очень любишь прямо саморазвиваться, все узнавать, все новое. И более того, ты в социальных сетях подписано невероятное количество интересных людей. У тебя там и модельеры, у тебя там художники, и аккаунты про историю, про психологию. Прям очень интересные у тебя соцсети. Слушайте, он меня пугает, я его заблокирую. Очень широкий круг интересов. Но скажи мне, пожалуйста, к чему я веду? Выведите вам на экран. Ужас какой. А почему ты подписана вот на этого человека? Монтаж, отопление, Москва, тверь, водоснабжение, трубы. У меня просто возникло ощущение, что вот все остальные подписки, история, психология, культура, мода, живописиографика, керамика, это прикрытие для твоего вот этого настоящего интереса, чтобы никто не догадался. Что это? Почему? Это тайный аккаунт Александра Петрова. Я шучу. Нет, это... Это на самом деле мой физрук из детского пионерского лагеря. Он занимается сейчас этим. Я на него подписана. Я же говорю, я со всеми общаюсь. Ну, это смешно. Нет, у нас еще была версия, как бы, ну, если ты засмущаешься, покраснешься, не будешь знать, что ты говоришь, что ты работала, когда готовилась к фильму «Вторжение», там же очень много воды, сцены в воде, что ты искала вот это вот зерно роли. Ну, кстати, у меня еще ремонт, да, поэтому, может быть, да, как-то связать. Я понимаю тебя, да. Кстати, мы даже представили себе, как бы ты смотрелась, ну, что действительно, возможно, ты готовишься к следующей роли. И, возможно, третий фильм, это трилогия же, мы же знаем, Федор Сергеевич, трилогию собирался снимать. Третья часть будет называться «Водоснабжение». Вот как ты будешь выглядеть. И опять в парике. Да, все, как ты любишь. А Марио кто вот этого будет играть? Ну, как бы, на выбор. Ну, Козловский, видимо, теперь. Мы-то думали, конечно, что... Посмотрим. Теперь уже Козловский, наверное. Посмотрим. Ну, Петров все, да? Не знаю, как у тебя. Скажи мне такой вопрос. Извини, если что, сразу. Я так, знаете, часто говорят, у тебя же нет актерского образования. У тебя же нет актерского... Мне так уже постоянно говорят. Но мне-то плевать. И я как бы... Нет у тебя желания, чтобы просто снять этот вопрос, все-таки получить какую-то бумажку, там, заочина, не заочина, или плевать? Ты представляешь меня в театральном вузе? Да. Да? Почему? Ну, вот, сидишь на лекции, очень слушаешь. Ну, не... А что? Какую-то степень, может быть. Там же, наверное, всем, ну, точнее, многим говорят, что ты там вот это неправильно делаешь, здесь ты бездарен. А я когда такое услышу, я уйду сразу. Угу. Все. Закончится мое обучение очень быстро. Понятно. Я просто против такого метода. Я за любовь и за то, чтобы вдохновляли люди друг другу и так далее. Я с такими режиссерами не собираюсь работать. И тем более... Я хочу слышать про других, какие они талантливые. И оскорбление, вот это вот, знаешь, эффект жертвы, это не про меня. Все, отстаньте от человека. Хорошо. Лариса Егорова тебя спрашивает. А не хотела бы ты в космос слетать? Вот как? Ой, Юля переселит. Вот я тебе привет передаю. Когда-нибудь ты увидишь меня. Ну, не, почему? Она сейчас прям вот как раз... Смотрит как раз мой эфир. Что там? Да. Нет, честно говоря, я восхищаюсь ей. Просто она действительно об этом мечтала. Прям действительно. То есть это ее была мечта. Я так рада за нее, что она сбылась. Она потрясающий человек, правда, очень хороший. И какой-то совершенно, как будто у нее 48 часов в сутках. Она занимается всем параллельно. Параллельно и фондом, и театром, и кино, и теперь еще и космос. Это очень круто. Но я бы, конечно, нет. Не полетела бы? Угу. Не твое? Ну, если я не мечтала бы об этом, то не полетела бы. Ну, просто я... Понимаешь, в чем дело? Вот я сейчас в Лейпциге снималась месяц. Так. Я очень устала. В магазине? Нет, там даже позавтракать утром нельзя. Я расстраиваюсь от этого. Прости, пожалуйста. Ну, потому что в 10.30 они перестают завтракать. А у меня все смены были ночные. И я просыпалась там в 12 в час. Приходила, на меня вот так смотрели. Ну, вообще, это как бы... Я говорю, ну, можете яичко сварить, говорю. Пожалуйста. Как яйцо понятие? I'll buy this egg, please. Can I? Немецкий язык очень красивый. Правда. Ну, то есть надо было бороться за собственное яйцо каждое утро. Ты же понимаешь, чтобы выдернут потом вот это вот из контекста и жди мемасиков. Ну что? Правда. Каждый думает, например, своей испорченности. А я действительно боролась. Ох. К разговору о пошлостях и психологии. Раз уж ты любишь так и разбирать роли. Значит, смотри. Вы говорили, что разбирали все роли с психологической точки зрения. Как, чего, куда. Сейчас мы пойдем с тобой от обратного. Мы тебе расскажем психологические проблемы персонажей каких-то. А ты выберешь, что тебе ближе, что бы тебе хотелось сыграть. Такой любопытный будет у нас сейчас с тобой психологический эксперимент. Давай. Для извращенцев. Это наша постоянная рубрика. Я, снова я и сверх-я. И Ирен. Ну смотри, сейчас на экране появится пара неких персонажей. Ты не увидишь каких. Ты увидишь только психологический портрет. И скажешь, что тебе было бы интереснее. Классная игра какая. Итак, два первых персонажа. Первый персонаж трудоголик и социофоб одновременно. Второй персонаж находит утешение в шопинге, но при этом страдает от СДВГ. Если ты не знаешь, что это, это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Кого бы тебе было интереснее сыграть? Никого. Очень интересный фильм, интересный персонаж. Никого из них нет. Нет? Почему? Смотри, какие богатые психологические проблемы. Это скучно смотреть. Хорошо. Если только комедия, а шопоголик, вот этот вот синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это такая классная народная роль. Такую комедию можно было бы сделать тогда. Если бы комедия, я бы пошла туда. Ну, может быть... Как блондинка в законе. Помнишь, у нее там есть свои проблемы. Нет, это гораздо более интересная и глубокая роль. Может быть, тогда трудоголик и социофоб? Или тоже не твое? Так это я. Зачем мне играть? Себя надо что-то отобрать. А тебе хочется отобрать? Ну, тогда шопоголик с СДВГ. Все, играем такую комедию. Да? Да. Ты знаешь, это прекрасная, замечательная роль. Это, конечно, Людмила Прокофьевна и, собственно, Верочка. Людмила Прокофьевна, это, как мы понимаем, социофоб и трудоголик. Точно. Надо же что еще угадывать. Понимаешь? А надо угадывать? Нет, нет, нет. Это просто вот роли. Хочешь попробовать Верочку сыграть? Верочку? Попробуй. Как бы ты сыграла? Вот тебе кусочек сцены. Ну, тогда, конечно, вообще полотно текста мне поместится. Ну, можешь порезать. Классическая роль. При этом ты... Ведь вот как вы ходите. Ведь это непостижимость. Откликается. Хочешь другу? Хочешь? Там интересное есть. У меня еще есть интересное. Ужел здесь навяжется. Да я уже играю. А ты уже... А, все, все. Кожется, как старый рваный башмак. И вот чешет на работу, как будто сваи вколачивает. А мы как ходим? Походка. Свободная от бедра раскованная. Свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают. Интересное прочтение. Интересное прочтение. А мы как ходим? Походка свободная от бедра. Раскованная, свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают. Я примерно представляю себе следующий сезон содержанок. Я так и хотела, чтобы ты это... Прямо его... Да, я прям вижу. Да. Я вижу. Начнем работать. Хорошо, следующая пара. Тебе понравится? Угу. Там прям вот сейчас ты сможешь вот... Давай. Разгуляться. Значит, два персонажа у нас. Значит, один персонаж страдает от депрессии и синдрома Адель-Гюго. Это реальный синдром. Называется длительная любовная одержимость. Синдром Адель-Гюго. Любовная зависимость, по-моему. Зависимость, да. А у второго персонажа, ну, обычный нарциссизм там прям... Ну, как у меня. Вот. Ну, соответственно, как бы это тебе неинтересно. Депрессия и синдром любовной зависимости. Это очень интересно. Очень хорошо. Тогда давай посмотрим, кто это, собственно, и, пожалуйста, это Бараш и Нюша. Ну, очевидно, совершенно. Блин, я, конечно, не близко. Я не в теме. Нет? Надо бы мне посмотреть. Ты не смотришь смешариков? Чем ты занимаешься в свободное время? У меня его нет. У меня нет свободного... Ну, да. А, пожалуйста, тогда тебе, значит, раз Нюшу тебе играть неинтересно, очевидно. Бараш. Значит, Бараш. Какой смысл умываться по утрам? Чтобы быть бодрым? А какой смысл по утрам быть бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? Непонятно. И непонятно, то ли жизнь всегда была бессмысленной, а ты просто не замечал этого. То ли смысл был. Но куда ты затерялся? Он так разговаривает. Ты знаешь, это Каркарыч. Каркарыч? Персонаж смешариков. Каркарыч — это такой армянин такой. Нет. Каркарыч. Это смешарик ворон. У меня, кстати, есть друг классный армянин, я его теперь Каркарыч буду называть. Мне нравится. Спасибо. Бараш, он такой, значит, такой Пушкин на антидепрессантах. Такой немножко. Окей. Не буду смотреть это. Материально, ладно. Следующая пара тебе больше понравится. А ты вырос на этих парах? Следующая мы с тобой вместе сыграем. Там, естественно, два персонажа, поэтому ты выберешь одного, я тебе подыграю, мы с тобой там диалог. Покажите нам персонажей, собственно. Там все понятно. У одного персонажа гиперопека и лицевая агназия — это болезнь, когда ты не распознаешь лица. Когда просто смотришь на человека и не понимаешь, кто это. Это я на любом мероприятии. А у второго персонажа, во-первых, булемия, нарушение пищевого поведения. И немножко трансвестизм. Не запущенный, но так, в легкой форме. Ну, булемия мне не взять. Особенно после этого пандемического обжорства. Это не мое сейчас. Я еще пока не до конца. Ну, гиперопека. Гиперопека и лицевая агназия. А что, как это выражается? Гиперопека? Нет, агназия. Ты когда смотришь и не понимаешь, ты на человека на лицо смотришь, а не понимаешь, кто это. А почему лицевая в смысле? А, потому что лица именно лица? Да, ну, как бы все на одно лицо. Сейчас ты поймешь, что это за персонажи замечательно. Покажите, пожалуйста. Это красная шапочка? Ну, правда, ну, объективно. Ну, волк лежит в кровати. Красная шапочка, она немножко рыбка Дори. Да, вот это, да. Она такая. А, ну, волк, вот он как бы, ну, правда. Это твоя, кстати, роль. Жрет все подряд и пере... Давай мы с тобой, значит, ты сыграешь красную шапочку. Слушай, вот так дальше с чем мы закончим? Я волк... Это чудо начинает. Немножко, с чем мы закончим? Я тебя съем. Без рук. По-богомоловски читаю. Научи меня. Давай. Вот как бы Богомолов... Не знаю, как Богомолов, может, только Богомолов. Нет, в смысле, вот если бы я играл волка в театре Богомолова, что бы он был как бы сказал мне сыграть? Смотри, давай, сейчас попробуем то, что я впитала. Давай. Давай, вот как бы ты сыграл? Ой, бабушка, отчего у тебя такие большие глаза? Это ты. Ты красная шапочка. А это ее реплика? Дожили. Это канонический текст красной шапочки. Подожди, мы сейчас забываем, во-первых, о канонической красной шапочке. Это первое, что надо сделать. Ты как бы сцену задали. Давай, давай, сцену. Ты красная шапочка, ты пришла. Во-первых, нам надо переделать сцену сразу. Выстучалась в дверь, открываешь, я говорю, заходи, внучка. Я лежу в бабушкиной одежде. Так. Хотя я волк, чепчик там, ночнушечка, да? Так. Возможно, пенсне, не знаю. Накрыт одеялкой. Внутри меня бабушка. По версии по суровой уже переваренная. Есть такие детские варианты сказок, когда волка разрубали, выскакивали живые и невредимые. Чушь на постном масле, конечно. Он сожрал ее с потрохами. Давай бабушка под одеялом просто оставим так. Оставим бабушку? Да. Бабушка есть, но она под одеялом. Рядом с волком? Да. Они вместе там лежат? Да. Интересно. Вот это уже сверхзадача, понимаешь? И бабушка не хочет, чтобы внучка узнала. То есть бабушка лежит, накрылась прям с головой? Да, конечно. Чуть ниже, чем волк. Ага. Я тогда как бы, ну я тоже не ожидал, что ты придешь так быстро. Абсолютно. У нас с бабушкой был консенсус, очевидно. Не знаю, как вы это называете. И вдруг внезапно вырывается внучка, у которой оказалась, у нее был свой ключ. Давай. Давай. Хорошо. Я вижу тебя. Почему думаешь, что ты моя бабушка? Что полный бред. У тебя болезнь. Да, я понимаю. Гназия, ты не разбираешься. Ты видишь, смотришь на лицо и не понимаешь. Это дома твоей бабушки. Ты видишь человека под одеялом в кровати. Ты думаешь, что это бабушка. Это логично. Понимаешь? Это существует, правда? Да, да. Хорошо. Правда, есть такая болезнь. Хорошо, ладно. Ой, бабушка, а чего у тебя такие большие уши? Ну вот зачем вот это убирай? А, убрали. Ну вот зачем это заигрывание со зрителями? Дешевой комедии вот эти, да. Ты так говоришь, а это чтобы... Вот это... Нет. Нет, не по-богомоловски? Медленней. Ничего, просто смотри и говори текст. Это чтобы лучше тебя... Слышать. А зачем ты делишь-то его? Просто одним куском скажи. Не знаю, прости. Подожди. Нет, давай, давай. Подожди, давай. Как классно себя богомолом наконец-то почувствовать. Давай, 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 давай. Добей меня. Давай. 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 Ой, бабушка, а чего у тебя такие большие уши? Это чтобы лучше тебя слышать. Зачем глазом так дернул в конце? Давай, еще разок. Ой, бабушка, а чего у тебя такие большие уши? Вот почему ты в театральный не пошла. Вот потому что вот такие преподаватели. Тихо, тихо. Нет, я, кстати, абсолютно сейчас считаю, что так можно. Это как с другом с лучшим. Я наоборот, я тебя не позорю. Мы все лишнее вычищаем от тебя. Это мое природное. Это не твое природное. Ты заигрываешь со зрителем. Давай, хорошо, да. Типа, здесь вот у меня под одеялом бабушка. Все, последний раз, давай. Давай. Ой, бабушка, а чего у тебя такие большие уши? Это чтобы лучше тебя слышать. Потрясающе. Спокойно. Давай на этом закончим. Сейчас я испорчу все. Вот дай на фразе «это было потрясающе», мы остановимся. Когда я еще это от тебя услышу? Это было потрясающе. Вырвите эту фразу из контекста, и потом мне пришлите в качестве рентула. Это тизер, в принципе, это было. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Так интересно было все. И лаврового листа пожрали с мазиком. Конечно. И, смотри, и продуктовый набор тебе. И вообще прям. Ира у меня была в гостях. Прекрасный. Спасибо вам. Придет еще неоднократно. Если ты не будешь следить, на кого я подписана в инстаграме. Нет, ну нет. Я-то с тобой не прощаюсь. Ты со мной прощаешься, я с тобой ни в коем случае. В следующий раз у тебя в гости со всеми этими подругами. А лучше с людьми, которые на них изображены. Придешь? Да приду. Или после вот этого уже как бы только с... Нет, приду. Придешь. Она обещала вернуться. Редактор субтитров А.Семкин